Здравствуйте! В студии Ольга Туманиса. Я приветствую вас в эфире Вестника Городской Думы. И к первой теме. На комитете по местному самоуправлению депутаты рассмотрели, какую нагрузку создаст городскому бюджету проведение выборов мэра Благовещенска. И в свою очередь предложили альтернативный вариант избрания главы столицы Преамурья. Всенародные выборы мэра стоят без малого 13 миллионов 800 тысяч рублей. Смету для депутатов подготовил Горосбирком, а представители администрации, присутствующие на заседании, заметили. Этой суммы в резерве городского бюджета нет. Получается, если проводить выборы, нужно забирать деньги с других статей, в том числе социальных. Любая отрасль, какую бы мы ни задели, она сегодня будет испытывать трудности. Либо это социальная сфера, либо это сфера ЖКХ, которая обеспечивает сегодня у нас содержание нашего города в чистоте. Порядки, это тепло, свет. Тем более городской бюджет в этом году взял на себя ряд дополнительных обязательств. Ремонт кровли в 28-й школе, обеспечение льготы для родителей и детсадовцев. Чтобы не урезать эти и другие вопросы, депутаты предложили отказаться от традиционного голосования. И доверить выбор мэра народным избранникам. Они-то и определят самого достойного из кандидатов, которые перед этим пройдут специальный отбор и конкурс. В результате город получит именно мэра. С ситименеджером не путать. И те 13 миллионов 800 мы лучше направим, опять же, это мое мнение, на детей, на наши школы, на работников нашего дошкольного образования, нежели мы потратим на выборы с явкой в 27 процентов. Для претворения в жизнь экономичного варианта с депутатами-выборщиками нужно пройти определенную процедуру. Сначала заручиться поддержкой всего депутатского корпуса, затем провести публичное слушание и внести изменения в устав города. Ближайшие слушания состоятся 13 мая. Предполагается, что на них рассмотрят и вопрос о новых выборах мэра Благовещенском. Проект изменений в закон о Мурской области об административной ответственности обсудили народные избранники. В числе прочего, авторы поправок решили выйти с инициативой к коллегам из ЗАГС Собрания ввести штрафы за парковку на газонах и детских площадках. Закон об административной ответственности в 2014 году претерпел значительные изменения, некоторые из которых привели к сложностям в работе на местах. Применительная практика юридизационных органов, в частности административных комиссий, показала, что не все составы административных правонарушений, имеющиеся в законе о Мурской области, являются актуальными и способны обеспечить качество жизни горожан. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, авторы поправок предлагают дополнить закон тремя составами административных правонарушений и конкретизировать четыре уже имеющихся. Так, например, планируется ужесточить наказание для предпринимателей за некачественную очистку прилегающих территорий. Сейчас их штрафуют как физических лиц, поэтому минимальное наказание всего 500 рублей. Поправки увеличат штраф в 10 раз. Кроме того, в числе разработанных нововведений утвердить ответственность за парковку машин на газонах и детских площадках. Еще одно изменение, касающееся автомобилистов – обязательное наличие на строительных площадках моек для колес, чтобы машины не развозили грязь по городским дорогам. Отвечать за это будут фирмы, ведущие стройку. Депутаты на комитете одобрили инициативу. Теперь ее рассмотрят на заседании Гордумы, после чего предложение направят в законодательное собрание области. В Благовещенске выбрали лучшего воспитателя. Конкурс среди педагогов дошкольных учреждений проходил два дня. Победителя в торжественной обстановке поздравила председатель комитета по социальным вопросам Оксана Чупрова. За почетные звания сражались шесть представительниц прекрасного пола. Среди них не только воспитатели, но и преподаватели музыки и физкультуры. Они провели открытые занятия, мастер-класс, презентовали себя и подискутировали. Сегодня настолько важно, чтобы наши самые маленькие детки, наши внуки и правнуки попали в такие золотые руки наших воспитателей, у которых сердце и душа всегда распахнуты для этого ребенка, и который готов всегда его приласкать, поддержать. И самое главное то, что сегодня вы даете первую степень образования. Звание «Воспитатель года и денежной премии» второй год подряд удостоился педагог 14-го детского сада. В этом году им стала Татьяна Ерихова. Второе место досталось музыкальному руководителю прогимназии Алене Ивановой. Третье преподавателю физической культуры Марине Пузатых из 4-го детского сада. В преддверии 9 мая благовещенские ветераны начали получать заслуженные подарки и награды. Так, юбилейные медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне» в столице Преамурья получат 1452 ветерана и труженика тыла. Многие из этих наград вручают депутаты Благовещенской городской думы. Вы награждены юбилейной медалью «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Это указ президента. Награждали каждого из пяти ветеранов, получивших на прошедшей неделе медали из рук депутатов в неофициальной обстановке на дому. Адресный подход не случайен. Ветераны – люди не молодые. И здоровье многим не позволяет лишний раз куда-либо выходить. Даже по такому приятному поводу. Однако почести не обойдут стороной никого из победителей. Вы своей жизненной позиции доказали, что, имея внутренний стержень, наш народ непобедим. И подвиг как на фронте, так и в пылу, он был равнозначный. И все ковали одну нашу великую победу. Окунулись в воду, в которой крестился князь Владимир, и в придачу привезли целый набор медалей. Амурские аквайсы завершили эстафету победы. За 10 дней они успели посетить 5 городов воинской славы и принять участие в нескольких соревнованиях. Организовать поездку помогли и народные избранники. Эстафета победы началась в Мурманске, где прошли первые мировые соревнования по плаванию в ледяной воде. Участие в них приняли спортсмены из 24 стран, в том числе из Эстонии, Финляндии, Великобритании, США и даже ЮАР. 15 амурских пловцов заработали 10 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали. После спортсмены отправились по местам воинской славы – Новосибирск, Анапа, Керчь и Севастополь. А по возвращении в Благовещенск устроили пресс-конференцию и поблагодарили всех за поддержку. Много лет помогаем и поддерживаем данный вид спорта. И недаром наши спортсмены являются не просто всероссийскими известными спортсменами, но они завивали и мировое положение во всем мире, начиная от нашего Дальнего Востока и заканчивая Америкой. В самых ближайших планах маржей провести международный заплыв на Зее, посвященный 70-летию Великой Победы. На прошедшей неделе на прилавках Благовещенска появились куличи. Их приготовлением занимались и в столовой областного правительства. Причем не только повара, но и депутаты городской думы. По традиции на 100 куличах появилась антикварная печать, принадлежащая сенатору Николаю Савельеву. Хотим эти традиции сохранить, возродить и передать в семью, чтобы, наверное, в преддверии Светлой Пасхи в каждой семье собрались за куличным столом и сделали традиционное из печенья кулича. У нас такая небольшая затея, которую мы ежегодно выполняем и будем выполнять. Сам Николай Савельев присутствовать на выпечке не смог, но пасхальную печать, которую несколько лет назад приобрел в антикварном магазине, передал в столовую. Все 100 куличей, оформленных депутатами, отправят в детский дом села Садовое и подарят ветеранам. И завершит наш выпуск рубрика «Мой дед-победитель». Сегодня вы узнаете, какие герои есть в семьях председателя Думы Владимира Кобелева и депутата Константина Ельцова. Дедушка по отцовской линии, он прошел всю войну, вернулся. Он получил медаль за отвагу, также участвовал в обороне Сталинграда, представлен к ордену Красной Звезды. Во время выполнения задания вынес в поле боя раненого товарища, получил орден славы третьей степени. Ранение получил уже почти под конец войны, когда он был связистом, произошел взрыв, и его только через сутки откопали. Он находился по грудь в земле, он потерял все зубы, слух частично утрачен был. Вот эта гордость и знание своей истории Великой Победы, нужно это делать, и дает это свои плоды. Мой дед, Рулин Георгий Иванович, начинал войну артиллеристом, закончил командиром расчета артиллерийской гаубицы. Дошел он до Берлина, медалей было действительно очень много, у него прям целая грудь была увешана орденами и медалями. На него было получено, моей бабушке, три похоронки, которые после возвращения он их лично сжег. 9 мая, после 9 мая, возвращение домой, он очень часто рассказывал, очень часто вспоминал, как самые лучшие дни, дни победные. Это все сообщения на сегодня, я с вами прощаюсь, до встречи в эфире Вестника Городской Думы. Субтитры создавал DimaTorzok